Красноярцы ищут новые способы профилактики и лечения различных заболеваний. Может ли соль заменить лекарства и как не выезжая из Красноярска подышать морским воздухом? Все подробности расскажет Оксана Лужбина в рубрике «Правила здоровья». Осенью, чтобы не заболеть, каждый из нас пытается поддержать свой иммунитет. Кто-то пьет травяные чаи, ест витамины, а некоторые начинают посещать соляные комнаты. Насколько они эффективны и могут ли заменить лекарства? Узнаем прямо сейчас. Держи меня. Как на морском берегу чувствует себя Даша. Уже около четырех лет они вместе со своей мамой и младшей сестрой Настей периодически приходят в соляную комнату. Сначала я заболела, а потом мы пошли к доктору, и она назначила, куда ходить. Дышать стало легче. Мария Тимофеева заинтересовалась голокамерой, когда ее девочкой пошли в сад и регулярно начали болеть. Мы, как правило, сюда ходим после ОРЗ. То есть как только у нас начинается кашля, процесс выздоровления быстрее идет, быстрее прекращается кашля. Кстати, соль на стенах и на полу больше антураж. Главную же роль играет галлогенератор. Он создает такой поток кипящий слой. Туда перед включением добавляется аэроголит. Воздух забирается отсюда. Он проходит также через обеззараживающую лампу. И туда подается область очищенный воздух, но еще дополнительно соляными ионами. В среднем сеанс длится 30-40 минут. Сухой аэрозоль, он способствует в первую очередь отхождению секрета. Будь то из носовых пазл, да, из носа, либо из бронхиального дерева. Когда мы говорим про кожу, экзема, топический дерматизм, псориаз и так далее, вот этот мелкодисперсный совсем сухой аэрозоль, он благоприятно действует на кожу. С одной стороны, повышая его, так сказать, репаративные свойства. И второе, то, что он предотвращает бактериальную инфекцию. Ольга и ее дочка Катя приходят в целинную комнату, чтобы справиться с аллергией. На третьем сеансе уже вот как бы это идет накопительный эффект, очень помогает. То есть, ну вот, настолько дышится, то есть запахи, когда вот это вот ощущаешь. Лучше сюда буду ходить, чем пить таблетки. На такие заявления специалисты отвечают, что обойтись одной голокамерой вряд ли получится. Соляная комната – это не панацея, это профилактическая мера в дополнение к какому-то определенному лечению. Лечение она не заменит. А для профилактики очень даже неплохо, но не во всех случаях. Так, в период острой фазы респиратурных заболеваний голокамера противопоказана. Есть еще ряд условий, при которых стоит воздержаться от соляных процедур. Поэтому медицинская консультация является обязательным условием. Оксана Лужбина и Владимир Фетисов, 7 канал.